Одна из важнейших функций в алгебре это определитель матрицы. Если матрица состоит из одного числа размером 1 на 1, то это само число и есть. Матрица 2 на 2 из элементов А, В, С, Д. Определитель равен А, Д минус В, С. Для матрицы размером 3 на 3, ну, собственно, и для всех матриц большего порядка, есть такая идея – разложение по первой строке. Ну, на самом деле, точно так же можно раскладывать, как мы потом увидим, и по любой строке, и по любому столбцу. Но давайте для начала. Разложение по первой строке. Что мы делаем? Умножаем число А1 на определитель матрицы, которая получается, когда вычеркиваем строчку и столбец, где находится А1. Вычеркиваем так, получается. Дальше, В1, только очень важно, с минусом, а потом будет опять с плюсом, с минусом, с плюсом, с минусом, знак чередующей, сумма, и для ИН тоже такое. Умножаем на определитель матрицы, которая получается, когда я вычеркиваю. Получается вот такая матрица. А2С2 на А3С3. Ну, то есть А3С1. Если раскрыть, получается сумма, где 3, слагаемый, взятый со знаком плюс, а 3 со знаком минус. Давайте посмотрим, что это такое. Если мы рассмотрим перестановку 1, 2, 3, то ее знак, а я напомню, что такой знак перестановки, нужно просто написать числа 1, 2, 3 и соединить каждое с каждым. Здесь вообще пересечений нет, поэтому говорят, что знак равен единице. Когда я беру следующую перестановку 1, 3, 2, то знак получается так. Те же самые 1, 2, 3 пишем, соединяем каждое число с правым ему в другой строке, и видимо одно пересечение. Значит, перестановка нечетная. Если нечетное число пересечения, пишем знак минус, если четное, пишем знак плюс. Итак, давайте запомним, значит, знак любой перестановки бывает либо плюс, либо минус, и зависит это от четности. Скажите, если перестановка будет вот такая, 2, 3, 1, то, смотрите, 2 пересечения, а 2 числа черное, поэтому берем с плюсом. В общем случае, если у нас есть матка cn на n, то, чтобы посчитать ее определитель, нужно найти вот такую сумму. Sn на это множество состоящее из всех n факториал перестановок, то есть всевозможные способы написать числа от одного до n в строчку. Sn это знак, сами перестановки, то есть либо плюс, либо минус. Если четная перестановка, то плюс, если нечетная, то минус. Ну а здесь из каждой строки и из каждого столбца берем ровно по одному элементу. То есть, вот смотрите, сначала car на единице, а с номером 1 сигма от единицы, что это значит? Значит, из первой строки где-то берем число. Потом а2 сигма от двух. Если второй, но поскольку перестановка, то не из того же самого столбца и так далее. Вот это просто определитель. Легко понять, что в каждом таком складаре у нас будет ровно один множитель из первой строки. И, собственно говоря, когда вы его уберете, то получится либо со знаком плюс, либо со знаком минус, в зависимости от того, четный второй индекс или нет, будет определитель того, что получается, когда он четный. Так что, вот эта формула в себе содержит правила разложения по первой строке. Если немножко подумать, то и по любой строке точно так же, потому что из любой строки входит ровно один множитель. И, чтобы узнать знак, надо смотреть четность суммы линдекса. То есть вот А1-1 идет с плюсом, я вообще по этой диагнозе с плюсом. Следующая проверена диагноз с минусом, следующая с плюсом и такая замечательная. Так вот, важнейшее свойство определителя. Определитель произведения двух матриц равен произведению определителей. Ну, в общем, еще до этого очень важно понимать следующее. Матрица вырожденная тогда и только тогда, когда определитель ноль. И наоборот, невырожденная тогда и только тогда, когда определитель не ноль. Это одна и та же фраза. Просто хотите с ней, хотите без ней. Что такое вырожденная матрица? Это матрица, может, это несколько определений. Одно из них такое. когда есть с какими-то нетривиальными коэффициентами линейная комбинация строчек ноль. Или, в другое определение, когда с некоторыми коэффициентами, не все из которых нули, можно делать столбцы, сложить, и то же самое получится нулевой. Давайте мы немножко это обсудим, потому что вообще какие матрицы вырожденные, какие не вырожденные, это очень важная вещь. А потом будем доказывать эту теорию. Про произведение. Определитель произведения, рай произведением определитель. Так вот, сначала про вырожденные, не вырожденные, ну и заодно про рамка матрицы. На какой коэффициент ты обнажаешь верхнюю строчку, эту не получишь. Но, легко понять, что вот из этих двух столбцов получить вот этот столбец можно. Давайте посмотрим, каким образом. Вот представьте себе, что я обозначил этот столбец альфа, этот бета, а вот этот вот столбец обозначил камну. Каким образом легко найти соотношение, которое выражает камну через альфа и бета? Ну, один из способов такой. Давайте вычтем, скажем так, альфа из бета два раза. Что у нас тогда будет? Один, ноль, три. Так, здесь будет четыре. Здесь что? Когда-то два раза вычтем, это четвертую. Минус три. Здесь шесть. Так, хорошо. И, чтобы не забыть, альфа. Бета минус два альфа. А здесь камма. Хорошо. Теперь, наверное, полезно сделать вот что. Вычесть альфа три раза из гамма. Тогда альфа не изменится. Будет один, четыре по-прежнему. Здесь тоже не изменится. А здесь уже будет ноль. Так, мы почитаем три раза. Шесть минус двенадцать. Это будет минус шесть. Так, и что же у нас теперь получилось? Здесь бета минус два альфа. А здесь гамма минус что? Минус три альфа. Так. Но, смотрите, видно, что вот этот столбец получается из этого умножением на два. Значит, гамма минус три альфа – это два умножить на бета минус два альфа. Отсюда легко понять, чему же равно гамма. Это два бета минус альфа. Давайте проверим. Четыре минус один – это три. Десять минус четыре – это шесть. Замечательно. Итак, что же у нас получилось? Что вот эти строчки независимы линейно и в трехмерном пространстве они порождают двумерное пространство, а столбцы зависимы. Ну, и очевидно, альфа и гады независимы. Так что столбцы порождают тоже двумерное пространство. Оказывается, это общее свойство любой прямогольной матрицы. Ну, и квадратный, и квадратный час уже прямогольный. Если вы берете совершенно любую матрицу и смотрите по строчкам, смотрите сколькимерное там получается линейное пространство, и смотрите по столбцам, оказывается, размер на металл на этаж. Вот в данном случае получилось развернуть два. Вот это называется ранг по строкам, это, соответственно, называется ранг по столбцам. И замечательная теорема. Ранг по строкам равен рангу по столбцам. Доказать ее очень легко. Смотрите, мы можем делать преобразование над матрицей, при которых ни такой ранг, ни такой не будут меняться. И добиться, что в конце концов матрица приобретет какой-то очень понятный вид. Если тот самый понятный вид будет такой, что очевидно будет, что ранг по строкам равен ранг по столбцам, ну, значит, и вначале кто-то уже не менялся. Какие преобразования можно делать, при которых не будет меняться ранг по строкам? Если мы делаем такое преобразование, есть какая-то строчка альфа, строчка бета, заменим альфа и бета, а все остальные стоим прежнее, на альфа и бета минус сколько-то альфа, х, где есть любое число, альфа. Очевидно, что тогда векторное пространство, пророжденное строками, не изменится. Почему? Ну, потому что через альфа и бета выражается альфа и просто альфа, выражается вот это, как бета минус альфа и х. И наоборот, если вы альфа умножите на х прибавить, выражается бета, ну, я отхожусь. Не меняется при такой операции над строками размерность пространства, пророжденного строками. Но и размерность пространства, которое пророждено столбцами, тоже не меняется. Почему? Потому что представьте себе, что у нас происходит. Если у нас есть какие-то столбцы, и между ними какое-то линейное соотношение, то, когда вы так сделали, оно останется. Ну вот представьте себе, что у вас было в каком-то столбце число Y в другом Z в третьем T, а этот в одном столбце. Под ними были числа Y2, Z2, T2. И было какое-то соотношение, там, скажем, T1, это было сколько-то Y, плюс столько-то Z1, и с такими же дефицентами T2. Замечательно. А что теперь произошло? То есть, вот это была строчка альфа, а это была строчка B. А теперь вместо B у нас появилось Y2 минус XY1. Здесь минус XZ1, здесь минус XZ2. Понятно, что если у нас выражалось с какими-то коэффициентами, то и это будет с теми же коэффициентами выражаться. Значит, такая вот операция над строками не меняет не только размерность пространства строк, но и размерность пространства рожденного столбца. Значит, мы можем делать такие операции, постепенно упрощая матрицу. Кстати, и над столбцами тоже самое, аналогичная операция можно делать, совершенно ничего плохого предупредоисходить, не будет меняться ни строковой, ни столбцовой граны. А теперь еще раз. Смотрите, если мы берем первую строчку, ну, если там все гули, то можно ее отбросить, и от этого опять ничего не изменится. А если там есть какой-нибудь неноль, то мы делаем очень просто. Переставляем этот столбец на крайнее левое место, и после этого у нас уже здесь неноль. вот эту строчку с нужными коэффициентами прочитаем из остальных, чтобы здесь все стали нули. А потом этот столбец с нужными коэффициентами прочитаем, чтобы здесь стали нули. Теперь у нас получилась такая ремархица, и очевидным образом вот этот столбец не зависит от ветер, просто потому что у них везде нули здесь. И вот эта строчка не зависит от ветер. То есть, когда вы вычеркните столбец и строчку, то и столбцовый, и строковый рамки уменьшатся на единицу. Ну, это делается несколько раз, и все у нас получится. Вот, это одно очень важное свойство. Размерность пространства, прожденного строками, совпадает с размерностью пространства, прожденного столбцами. Теперь, правда, делите. Есть доказательства, которые почти во всех учебниках. Я его, пожалуй, сейчас расскажу два слова. Доказательство такое. Когда у нас есть две матрицы, вы можете зафиксировать числа в одной из них. Ну, например, фиксируем матрицу А. А элементы матрицы В считать неизвестны. И тогда у вас получается некоторая функция от элементов матрицы В. Дальше вводится понятие полилинейная, кососимметрическая функция. И доказываем, что она единственная, с точностью до пропорциональности. Дальше в качестве В берем единичную матрицу. Обнаруживаем, что, собственно, получилась матрица А. И, значит, тот самый грецент пропорциональности – это определитель матрицы А. Вот это есть почти во всех учебниках. Пожалуй, это имеет смысл подробно обсудить, потому что вообще идея, что такое полилинейная функция вполне важная. И кососимметрическая функция, значит, при перестановке любых двух строчек, ну, кстати, и любых двух толков, то же самое, матрица сохраняет свой определитель. Но давайте сначала сделаем лечь совсем простой. Просто запишем по определению. Определитель матрицы А, определитель матрицы В, определитель матрицы С, и убедимся, что действительно произведение равно.